Рождение ребёнка в таджикской семье – долгожданное событие. Пышные торжества, большое количество подарков. Выявление детей с отклонениями, к сожалению, происходит не на ранних развитиях, а уже после рождения. Если в таджикской семье появляется на свет ребёнок с отклонениями в развитии, семейные узы начинают распадаться. Женщина остаётся одна, лицом к лицу с проблемами. Я стою на учёте у местных врачей. Они мне тогда говорили, такие дети не дадут результатов. Сегодня они говорят, это максимум, что могут делать эти дети. Им не нужно лечение, терапия. Я не позволяла себе так думать. Я борола за здоровье своего ребёнка. Если бы я тогда согласилась с мнением медиков и сидела сложа руки, просто поднимая и перенося своего ребёнка из одного угла дома в другой, состояние дочери только бы ухудшилось. Я сама являюсь родительницей, ребёнком отставания в развитии. И с центром Рангенкомон мы имеем долгие тесные связи, когда я сама занималась со своим ребёнком, реабилитацией своего ребёнка. По совету нескольких родителей я узнала об этом центре. И вот с этого момента мы сотрудничаем. А сама на работу как провайдер, как специалист по раннему вмешательству я стала работать в течение двух лет. Ассоциация родителей детей с проблемами в развитии в Худжанде появилась в 2010 году. Главная задача объединения – донести до родителей, как важно образование и правильное воспитание. Все сотрудники в Ассоциации матери детей инвалидов. Это кабинет дневного пребывания детей с проблемами в развитии в центре раннего вмешательства и инклюзии «Буйчичак». Здесь бесплатно занимаются 24 ребёнка. В течение четырёх часов с ними работают два провайдера – и педагоги, и медики. Педагог-психолог и логопед – специалист по движению. Все они обучают детей, как вести себя в группе, как общаться с педагогами и другими детьми, навыкам самообслуживания. В центре созданы необходимые условия для реабилитации и социализации детей. Помещение оснащено необходимыми принадлежностями, оборудованием и мебелью. Мы год посещаем этот центр. Я очень благодарна воспитателю Икромовой. Мой ребёнок не мог говорить. Я узнала о центре очень поздно и привела своего ребёнка с опозданием. Ей 7 лет, но в школу она пойдёт только в 8 лет. Сегодня мы делаем большие успехи. Сюда приводят своих детей многие родители, но с опозданием, потому что не знают, что такое центр существует. Ведь для нас, родителей, у которых есть такие дети, каждая минута дорога. Главная цель родителей и тренеров – подготовить детей к школе. Для каждого воспитанника разрабатывается методика и ведётся дневник наблюдений. Отрабатывают правильное и чёткое произношение и понимание чужой речи. Выпускники этих курсов учатся в обычных школах, ходят в детские сады. Главное наше требование – у мам должен быть дневник наблюдений. Всё, чему я обучаю на занятиях детей, мамы должны повторять дома, чтобы ребёнок не забыл. Наша цель – чтобы такие дети стали самостоятельными членами общества. Найти работу, пойти в магазин и купить что-то. Ведь мать не всегда может быть рядом. Мама, она может же и заболеть. Ребёнок должен часть работы брать на себя. Нашим детям от 2 до 16 лет. Сегодня я работаю с 18 детьми. Один из наших выпускников уже учится в школе. Все занятия проходят в игровой форме. В качестве провайдеров выступают мамы. Они и мамы проходили обучение у тренеров из Англии и Германии. Каждое новое движение, которое удаётся освоить детям-инвалидам, – это победа и для мам, и для тренеров. Это как трудный пройденный экзамен. Ведь каждое прикосновение – это боль и для ребёнка, и для материнского сердца. Каждые 20 минут провайдер должна переворачивать 7-летнего Мухаббат Юсуфа с одной позиции в другую. Мы спрашиваем маму, какие она там делала упражнения дома. Вот он общается, да, общаемся мы. Какие сложности возникли в тех упражнениях предыдущих, да, такие мы ему, например, давали. Мы должны сначала ему облегчить, там его снизить тонус, и потом мы будем позицировать. То есть мы его меняем из положения. Больно и не нравится. То есть он потом, возможно, меня к себе вообще не пропустит. Потому что всё проводится в игровой форме, да, всегда мы сочетаем с игрушками, с какими-то, иногда, может быть, там, стежками. Полтора года, потому что до этого у нас прерывалось часто, полтора года более бесперерывно. Ну вот он научился только пить, да, вот мы начали его использовать в ручке. Пока что так вот, очень медленный процесс. Гульнора – воспитанница этого центра. Когда-то она сама проходила курсы реабилитации. Сегодня она самостоятельно приезжает в центр уже в роли будущего тренера. Гульнора обучается у коллег всем тонкостям массажа. Осваивает методику упражнений, чтобы поднимать на ноги таких же ребят, как она сама. С Мухаммад Юсуфом она работает уже не первый год. К воспитателю Дильбар Раджабова я приходила с самого детства. Помню нашу первую встречу. Мне тогда исполнилось 8 лет. Она научила меня заново ходить. Сегодня я прихожу сюда как волонтер. Хочу всему научиться и уже дома принимать таких детей, помогать им. Сегодня я ощущаю себя намного более свободным человеком. Хожу самостоятельно, но когда я выхожу в город или на трассу, мне помогает передвигаться мама. Это Бурриф Абдуджабу, наш воспитанник. Мы с ним в течение двух лет занимаемся по программе портаж, программе раннего развития детей. Очень такой хороший мальчик. Он хорошо усваивает те материалы, которые мы предоставляем. Во-первых, первый раз, когда я посетила эту семью, и в общем, когда я посещаю семью, я сначала наблюдаю за ребенком. Сначала мы проводим визуальное наблюдение, потом мы проводим с ребенком как бы свободную игру, как вы заметили. Сначала мы играем с ребенком, чтобы он адаптировался и почувствовал дружелюбные к нему отношения. Ребенок, когда первый раз мы посещали, он посещал наш центр, и потом мы взяли его на провайдерские услуги, когда мы сами стали посещать данного ребенка, ребенок не сидел с опорой. Часть ребенок, можно сказать, сидит самостоятельно. Ребенок учится ходить, стоит у опоры. Тоже у него хорошие навыки по обретению языка, по самообслуживанию. Он не ходил в горшок, сейчас научился ходить на горшок. Эту программу тоже мы включали для него. По программе ПОРТАЖ мы работаем по пяти направлениям. Это такие направления, как язык, самообслуживание, когнитивное развитие, социализация ребенка и моторика. С этим ребенком мы почти по всем направлениям работали. Берем для него каждый раз новые задания, и каждый раз у него есть успехи. Он показывает хорошие успехи по обретению навыков. Мама очень такая хорошая, заботливая. Она всеми способами старалась, чтобы ее ребенок посещал детский сад. И так ребенок показывает хорошие результаты. Я еще заметила, что дети показывают хорошие результаты, когда они занимаются в обстановке, в семейной обстановке. В 2013 году Шахло впервые обратилась в эту организацию. Мама боролась за каждое движение, за каждый шаг своей дочери Шойда Хон. Отказавшись от уюта и комфорта, Шахло организовала в своем доме реабилитационную клинику. Шойда Хон стала говорить, ползать. Сейчас мама уверена, что они с дочерью на правильном пути. Я помню ее до прихода сюда. Я могла посадить дочь, и она сидела без движения. Потом я поднимала ее на руки, пересаживала в другое место, и она продолжала сидеть. Мы не двигались. Мы жили без движения. Она не могла сама есть, держать в руках предметы. Я сама ее научила всему этому. Не доктор. Я сама при помощи материнской любви и знаний, которые я тут получила. Теперь она самостоятельный человек, помогает не только себе, но и мне. На то, чтобы добиться этого, у меня ушло 4 года. У меня есть планы на будущее. Я хочу и буду стараться, чтобы мой ребенок научился самостоятельно ходить. Она раньше не ездила на велосипеде. Теперь может это делать, как и другие дети. Теперь я помогаю другим мамам и их детям. В неделю один раз я занимаюсь с такими же детьми по 2 часа. Хожу к детям домой, учу мам, как и что нужно делать, чтобы ребенок научился пить, есть, сидеть, держать ложку. Мамы до моего следующего прихода повторяют все упражнения самостоятельно. В театре Камола Худжанди Сагдейской области идут последние приготовления к непростному концерту. Сегодня на сцене дебютируют музыкальные дуэты. За кулисами и к своему выступлению готовятся люди с инвалидностью. Им предстоит петь, танцевать, выступать вместе со своими известными соотечественниками. Инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи готовит участников к их будущей жизни в обществе. Также подобные фестивали способствуют и тому, чтобы общество приняло таких детей, чтобы люди были более терпимы по отношению к тем, кто не похож на них. Сегодня Муиасар будет блистать на сцене. Сильное платье, прекрасный макияж – она ни в чем не уступает профессиональным таджикским певицам. Особое очарование девушке придает украшения, сделанные своими руками. Когда-то Муиасар мечтала стать независимой, и ей это удалось. У нее есть свое дело. Еще одна мечта – выйти на профессиональную сцену. Сбудется буквально через мгновение. У меня в Канибадаме есть офис. Я создаю украшения из бисера. Приезжают посмотреть на мое творчество из Германии и Финляндии. Я создаю брелки, сувениры, плиту из бисера и мина. Мои изделия заказывают из Худжанда и районов. У меня уже есть ученицы. Пять лет я занимаюсь этим видом искусства. За это время я обучила 60 девочек. Несколько месяцев я хожу на репетиции. Сегодня я пою вместе со знаменитым таджикским певцом. С одной стороны, я очень рада, что впервые выхожу на такую сцену. С другой стороны, очень огорчена, что это только один раз. Хочу петь еще с такими же певцами, как Анвар Ахмедов, Дамирбек Олимов. Моя жизнь – это большая книга. Петь Далер учился, когда смотрел индийские фильмы. Его мама Рохат часть заработанных денег обязательно тратит на покупку новых дисков для сына. Сегодня Далер хочет превзойти свое собственное достижение. На конкурсе в 2014 году он был призван лучшим певцом. Номер два, потому что в 2014 я участвовал с Хасан Камолом, если вы помните. Вот, это мое второе выступление. Какой сюрприз? В этот раз ты подготовил? О, «Ялло-ялло» – это моя самая любимая песня, и я зажигаю по полной программе. Мне люди часто спрашивают, эй, Далер, почему ты так бодро выглядишь? Потому что я внутри себя не допускаю мысли о том, что я инвалид. Поэтому я такой бодрый. Расскажи про репетиции. Сколько было репетиций? О-о-о! Три дня мы репетировали, это был как праздник. И сейчас мы готовы показать, на что способны вот такие люди, как мы, с ограниченными возможностями. Но для нас, для всех нет никаких границ. Здесь он мечтал у меня быть артистом, знаменитым. Вот, я его везде поддерживаю. У меня единственный сын, я его очень сильно люблю. Мама всегда меня вдохновляет, я за это ей безмерно благодарен. Я буду сегодня танцевать. Я счастлив. Сунатуло приехал из Пинджикенского района. Он подготовил танцевальный номер. Вместе с отцом Сунатуло оттачивает последние движения. Во многих таджийских семьях, когда рождается ребенок с диагнозом даун, отцы уходят. Папа Сунатуло не только не отвернулся от сына, но и помогает ему во всех его начинаниях. Обычно мать борется за своего ребенка, но бывают случаи, когда и отец берет на себя ответственность. Мы приехали из Пинджикента. Я очень рад, что мы с сыном участвуем в таком мероприятии. Сунатуло с детства играет на национальных инструментах и любит танцевать. Он участвует в концертных программах в Пинджикенте. Его обучают мастера, дуэрдасты и танцовщики. Я всегда со своим сыном. Каждому участнику концерта были вручены денежные и памятные призы от организаторов и спонсоров. После каждого номера в зале долго не стихали аплодисменты. Мамы радуются за своих детей. Эти аплодисменты звучат и в их честь тоже. Многие из них бросили мужья. Диагноз медиков порой звучал как приговор. Но эти мамы продолжают бороться. Это мамы-бойцы, мамы с большим сердцем. Они смогли не только посадить на ноги своих детей, но помогают и другим, тем, кто оказался в плену у страшных обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok